Здравствуйте, козероги! Прогноз для вас на 2022 год. И с вами я, Ермолина Татьяна, рассказываю этот прогноз. Ну что же, еще один год пройден, достаточно непростой год, не такой кризисный, как 20-й. Но может быть у вас действительно по-другому все складывалось и в 20-м году, и наоборот, кризисным был 21-й. Ведь сильно очень много на самом деле зависит от личных резонансов с нашей карты рождения. Но что касается общих трендов, которые есть на небе в 2022 году, то стоит упомянуть, во-первых, изменение оси затмений. Так как у нас будет происходить перемена кармических узлов, и кармические узлы будут переходить на ось телец-скорпион в 20-х числах января, то и затмения начнут свою работу тоже на этой оси. То есть они уже начали в ноябре 2021 года, но они там прочно обоснуются в 21-м, и в 22-м, и в 23-м году. Это надо иметь в виду. Почему для нас, для вас, для козерогов, ну в принципе я тоже солнечный козерог, для меня это тоже важно, потому что все-таки ось затмений идет по той зодиакальной оси, которая имеет к козерогу благоприятное отношение. И телец имеет отношение благоприятное, и скорпион. Так что по идее вот эти затмения, которые будут происходить в течение примерно двух лет, в 22-м и частично в 23-м году, они скорее всего дают возможность закрыть какие-то старые программы, завершить их, открыть какие-то новые жизненные этапы. И я думаю, если вы давно готовы к жизненному прорыву, то его совершить. Все-таки когда на оси, которая резонирует с нами, происходит затмение, не на нашей даже, а которая хотя бы с нами резонирует, это все-таки года для нас стратегически более важные по отношению к тем, когда затмение происходит на осях зодиакальных, которые с нами не резонируют. Вот сейчас, 22-й год, это стратегически важный год для козерогов. Что касается поведения вашего управителя, то оно достаточно сложное. Потому что и в прошлом году у него был аспект к урану, квадрата. Но, собственно, и в этом году этот аспект тоже держится. Никуда он не уходит. Так что мы в течение года будем с вами проживать квадрат Сатурн-Уран. Насколько он отразится именно на вашем солнечном знаке, я думаю, не сильно. Но, с другой стороны, это же некая атмосфера, некий фон, который задает на управитель наш. В вашем случае это Сатурн. Он управляет козерогом. То есть вашим солнцем или вашим асцендентом, если вы асцендентальный козерог. И будучи в таком напряженном аспекте к урану, он говорит о некой нестабильности. Поэтому, даже несмотря на все благоприятные аспекты, которые делают какие-то другие планеты на ваше солнышко, все равно фоново вы находитесь в состоянии нестабильности в течение всего 22 года, как, в принципе, и в течение 21 года тоже. То есть какая-то некая такая вот динамика постоянных перемен, видимо, в каких-то жизненных темах определенных, в каждой жизни это свои темы, она сохранится и в 22 году. Но теперь некоторые нюансы. Итак, Плутон. Планета Плутона в 22 году ходит по вашему знаку, как, в принципе, она ходит там уже... Вот не дадите мне соврать где-то с 2010, наверное. Да, она туда попала. И вот там обосновалась. Да, ну, в общем, долго мы уже проживаем это положение. А может быть, даже и раньше. Так что сейчас аспект соединения со своим солнцем будут испытывать те из вас, кто родился в самые последние дни прохождения солнца по Козерогу. Кто же это? Это те, кто родился в период с 17 по 20 января. Да, то по выход солнца из знака Козерога. Да, вот, то есть вот вы будете, ваше солнышко будет в соединении с Плутоном. Ну, надо признать, что это время трансформационное, друзья мои. И вот такими, как вы были раньше, вы уже не станете. Я думаю, что те, кто уже проживал соединение Плутона со своим солнцем, это те, кто родился до этого периода, могут вам рассказать, как это было. У каждого это, конечно, по-своему. То есть нюансы записаны в карте рождения. Она индивидуальна, в ней определенный, очень персонализированный узор судьбы вписан. Но, тем не менее, все-таки основной такой тренд прохождения Плутона по Солнцу – это кардинальные изменения нашей личности. То есть это не про то, что где-то вовне что-то будет меняться, а вы как-то должны на это реагировать. Нет. Источником перемен будете вы. И в течение, кстати, 22-го, и в течение 23-го года. Обратите внимание на это. Так что я говорю, год стратегически важный. Но вот особенно он важный для тех, кто родился в самом конце Козерога. И интересно, что в самом конце Козерога, кто рожден, не просто аспект соединения Плутона на себе испытывают. Они ведь еще испытывают в течение года на себе аспект секстиля от планеты Юпитер в знаке Рыб. Этот секстиль будет достаточно точным апрель-май и достаточно точным ноябрь-декабрь. Поэтому перемены будут масштабные. Они будут как личными, но они сразу отразятся на профессиональной деятельности, на финансовом доходе, на вашем статусе и авторитете. Так что поздние Козероги, пристегнитесь покрепче, потому что ох, как трясти будет в течение 22-го года. Но если вы готовы к серьезному рывку, то он обеспечен. Вам обеспечен. Что же касается более ранних Козерогов, про них я тоже, конечно, могу рассказать. Итак, те, кто родился в период с 22 декабря по 1 января, будут на себе испытывать другой аспект от планеты Юпитер. Когда планета Юпитер перейдет знак Овна, а это произойдет в середине мая, и она там пробудет до конца октября, то сделает аспект квадрата на ваше солнышко. Что такое квадрат? Юпитер – это аспект, который символизирует препятствие и необходимость его преодолеть. Это аспект напряжения и даже конфликта. Так что более ранним Козерогам первой декады, все лето, часть осени, обеспечен конфликт и напряжение. За счет чего? Юпитер – это символизм амбиций наших, профессиональных, социальных амбиций. Мы хотим большего, а дают нам меньшее. Часто на этом аспекте мы становимся капризными в отношении того, что получаем. Это не так, мы заслужили чего-то другого, нам нужно что-то такое, но с перламутровыми пуговицами, не иначе. Так что этот аспект создаст для вас напряжение, стресс, кризис и ощущение, что вас недооценили. Я думаю, что раз уж вы предупреждены об этом аж еще с декабря 2021 года, то будьте аккуратны в желаниях своих. Все вам дадут то, что вы захотите, но вам нужно быть крайне аккуратными в отношении того, что вы ожидаете. Потому что если вы понимаете, что обстоятельства не складываются в вашу пользу, как бы вы ни старались, ну и не старайтесь дальше, значит, скорее всего, что летом, что осенью, особенно если это происходит, не даст вам возможности новых. Мало того, если вы будете переусердствовать в своем, скажем так, давлении на ситуацию, да, вы вполне это можете сделать, будучи сутрианским знаком, ого-го каким, вот, то вы можете вообще вылететь из обоймы. То есть вас просто выдавят, потому что вы будете некомфортны и неудобны никому. Так что будьте аккуратными со своими желаниями. Да, они могут исполниться, но отрикошетить по вам же. И еще есть важных несколько моментов, не переключайтесь. Нептун. Нептун будет в аспекте к тем из вас, кто родился, к Солнцу тех из вас, кто родился в период с 10 по 15 января. Вот. Нептун будет в хорошем аспекте к вашему Солнцу. А это прекрасный стимул для продвижения вперед. Ведь Нептун дарит нам мечту. Он нам дарит веру и воодушевление. И для этого не нужны никакие доказательства. Мы просто ощущаем, что так правильно. И мы туда идем. И сколько примеров есть того, что именно и только лишь на вере человек добивался результат. Да немереное количество примеров. То есть главное мотивация и вера в то, что происходит. И вот как раз таки у тех, кого я назвала, это будет происходить в течение года. Так что они тоже, собственно говоря, особенно весной, когда там будет еще в этих же градусах ходить и Юпитер. Это март-апрель. Это будет очень классное время для продвижения вперед. Или для обретения, наконец, видения, которое вас просто вдохновит. И вы побежите туда. Ну, скажем так, от счастья вы побежите туда. Я, конечно, очень сложно представляю себе, как вот Козерог вот так вот растартанул и побежал. Вот, потому что будучи сама солнечным Козерогом, понимая, что мы такие, мы немного степенные, да, как сильный земной знак. Но, однако же, иногда бывают и подобные чудеса, и они случаются вот как раз таки на таком соединении социальной и высшей планеты, которой мы будем проживать весной 2022 года. Ну и не забыть бы про Уран. Ведь только лишь Уран дает нам надежду на перемены. Если мы хотим революции в жизни, если мы устали от болота, в котором живем, то Уран нам обеспечит и революцию, и отсутствие скуки. Для кого это будет наиболее актуальным, его работа, а именно его трин? Это для тех, кто родился в период с 5 по 9 января. Вот вы будете как раз под действием Урана в течение года. И для вас, Козероги, этого вот, этого периода, да, жизни будет казаться чередой американских горок. Все будет быстро меняться, все будет крайне нестабильно, крайне вообще зыбко, но зато невероятно интересно. Вот, я думаю, что вам будет интересно. У меня еще пока Уран не дошел до Солнца, но у меня Уран дошел, и полтора года уже стоит рином к моей Венере в Козероге. И вы знаете, это действительно американские горки в вопросах отношений, симпатии, антипатий, самодостаточности, самоценности своей, потому что Венера, она за самооценку отвечает. Но при этом все так интересно, и, кстати, все идет со знаком плюс. Так что я уверена, что и в вашей жизни это тоже так проиграется. Давайте мы с вами обсудим мой прогноз в телеграм-канале Астрология с Ермолиной Татьяной. В поисковике телеграм вы забиваете эту фразу, находите мой канал, подписывайтесь и задаете мне вопросы. Там я пощу вот эти видео, такие прогнозы и все остальные прогнозы, которые выходят на ютубе, потому что там мне удобнее просто принимать комментарии и на них отвечать. И также мой инстаграм-аккаунт tatiana.yermolina.pro. Там есть много постов на разную тему про астрологию, а также там идут постоянно розыгрыши. И вот в декабре 2021 года, если вы смотрите меня в это время, то участвуйте в моем розыгрыше новогодних призов. И так вы для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам всего лишь надо быть подписанным на мой аккаунт. Ну что ж, с вами я прощаюсь. До новых встреч, с Новым годом, с новым счастьем. До свидания.